народ честное всех приветствую сегодня я опять на охоте охота это мое хобби можно сказать люблю охоту люблю поснимать охоту особенно люблю охоту на боровую дечь пока удается добыть только рябчика сейчас ну сегодня приморозило неплохо было минус 12 даже зайчики появились следочки увидел ехал пока лисьи следы видел так вот расчехляемся хотел на каракате проехать чуть подальше но блин упало дерево через дорогу не хочу шуметь топор хотя с собой есть рубить не буду пойду пешком вот так вот ребятки сегодня выбрался опять со своей двухстволочкой оружие вертикалка 12 калибра это мое любимое оружие троечку верхний ствол рекорд давайте наверно скм троечка в нижней на случай если покрупнее что-то будет карабин пока оставил так как не могу пока найти крупную боровую дичь если найду потом дальнейшем уже буду брать собой просто меня понять где она есть где бы ни был все везде одна мелочь вот эти рябчики белки горностая и так далее все вроде бы вооружился сейчас включу навигатор чтобы понять сколько примерно я пройду сразу же не отходя от кассы пользуюсь я геотрекером работает он у меня с хонором не очень хорошо но факт то что вообще-то при наличии связи он работает я охочусь между двумя деревнями между двумя деревнями получается напрямую 8 километров и связь как бы есть так навигатор я включил блокируем время сразу же глянем сколько у нас 1124 уже почти что обеденное время утром было прохладно немножко попозже пошел ладно все погнали на охоту вот видите дерево лежит довольно таки толстый елка прям поперек дороги упала оставляем каракаты давайте на охоту пойдем от караката прошел несколько буквально сотен метров они свежие сегодняшние потому что еще вчера снег поражил будем искать надо понять какую сторону он шел он есть вот он ходил надо понять какую сторону он шел снежка то уже сантиметров десять не понять буду потихоньку его тропить короче вокруг следы весь брусничник вытоптан я вообще не могу разобрать кто куда идет вообще не понять здесь было два или три причем они крылья волочат как это обычно они делают в марте ни хрена себе ну вот целая тропа сколько их тут было вообще не понять самое главное не понять какую сторону блин блин туда вроде как вообще не пойму ничего два как минимум было их здесь как минимум смотрите вообще ничего не понять как так очень кого то есть атакуют он все волочат крылья туда-сюда ничего не понять придется их брать как бы в обход и понимать какую сторону где свежие следы но помет замерзший короче сейчас сходил сначала вниз по дороге ближе к ручью не мог понять куда идут развернулся думаю в обратную сторону посмотрел пошел убедился было три глухаря и они все сели оттуда и идут туда все правильно первоначально то я правильно шел помет сильно замерзли либо они были поздно вечером вчера приморозил либо сегодня очень рано утром крылья все все трое волочат такое ощущение как будто такую уже вспотел были вот они сейчас дойду опять до этого места где остановился и уже пойду за ними там остается надеяться на то что они где-то недалеко либо второй вариант что они могли куда-то улететь будем надеяться это что-то с чем-то зашел в такую фигню что идти невозможно как тренажер были это вообще просто капец какой-то вот все насквозь сырой прошел буквально я не знаю метров 300 наверно снег зашиворот валится везде елки он все в снегу хоть и ветер был просто какой-то капец три глухаря короче идут и просто исчезли просто нету следы ну настолько натоптано много что я просто не могу понять куда они идут там вроде в одном месте поднялись потом опять появляются ну короче они старые итог такой что я как я так думаю что они все-таки бродили вчера вечером я вам скажу ребятки такая охота это не романтика нефига просто идешь и потеешь хорошо часть собой взял еще хочу пояснить какую фигню в прошлом то видео я там говорил что охотничий билет якобы я там за 500 рублей брал да это так и было первый то билет охотничий я получал вот такой членский охотничий охотничий рыболовный билет вот он вот смотрите здесь надо было платить взносы марки вся фигня этот охот билет да все правильно мне там написали то что он бесплатный да он бесплатный общероссийский везде в по россии я имею право охотиться с ним вот он зеленый посмотрите вот у меня с собой на этот на вертикалку и две путевки на пушного и на боровую дичь все правильно и насчет пятизарядок там я тоже говорил новичкам посоветовал это как бы тогда еще пятизарядки были не очень когда я покупал ружье но я не пожалел то что я начал с вертикалки потому что это реально универсальное ружье да ну немножко потяжелее но она жрет полностью все патроны какие хочешь я вот говорю вот такие самозарядки заряжаю стреляю нормально я говорил про самозаряды на пятизарядку пятизарядкой невозможно стрелять самозарядами именно с латуну с латуньевых гильз про это я имел ввиду потому что я это обычно делаю самозаряды именно латунные использую гильзы так что такая фигня да и сейчас нужно учиться я когда делал все это дело учиться тогда еще не надо было а сейчас нужно да все правильно там мне написали те кто сейчас буду делать конечно им не особо везет это еще лишние затраты деньги просто выжимаюсь как губка это просто охренеть никаких глухарей не могу найти как собака бегаю за ними а чё толку даже если и найду вот так вот бывает мне сколько раз так было ешь ищешь ищешь потом уже просто начинаешь расслабляться потому что не знаешь где он находится он бах вот рядом полетел все все труды напрасно вот такое небольшое еще разъяснение как бы лучше да новички от если не хотят заморачиваться там со станками этими пластиковые гильзы крутить самокруты на пятизарядку все таки да лучше лучший вариант будет взять это двуствольное оружие это самое универсальное самое надежное стильное модное и молодежное а пятизарядка да это был по большей части там по уткам по гусям такая штука короче так что ну это опять же я говорю на усмотрение каждого тут же такое дело нужно все обдумывать не так просто ладно пошел нафиг обратно на дорогу потому что здесь идти невозможно сейчас вот заморозок был приморозил этот мох и то есть проваливаешься снег потом в мох и это жутко неприятно я вам скажу хорошо что второе ружье еще не взял я вообще тут охренел надо выхожу нафиг назад просто пройдусь по дороге потому что по лесу ходить вообще невозможно стало вот такая фигня это не прогулка пока по парку вроде бы охота по охотиться чего не добыть но погода уже не дает только ездить на технике и ходить по готовой дороге уже если пешком вот такая фигня очень трудовая охота я вам скажу дома не охота сидеть как говорится что дома делать а как только выбираешься на охоту понимаю что лучше бы я сидел на диване перед телевизором это факт офигеть иду по дороге не успел камеру включить так и было искал искал крутился там везде все старые они оказывается ручей перешли перелетели и вот здесь были вот это да смотрите какой чещёбник было трое фу бля вот так вот охота на глухаря это очень сложно без собаки можно каждый день ходить и постоянно вот таких вот их шугать и толку не будет в упор подошел на выстрел поворачиваюсь заширчали буквально метр в 25 вот такая гуща ничего не видно сейчас остается только гадать где они а туда идти это равносильно что идти опять как на тренажер все ну их нафиг за ними я даже не пойду пойду просто дальше по дороге я уже угорел как в бане бесполезно они не садятся нужно хотя бы какую шавку мелкую чтобы не ну они легче легче так лучше себя ведут проще сразу далеко не улетают если они собаку уже заметили ехал бы я здесь на каракате я бы их так и так не заметил потому что они были сбоку так раз пройдусь туда урона ряд он летит козел всякими то этими иди ты в жопу вот так вот честно да вот досада берет креп крепко очень вот так вот уже проползешь столько времени и просто их шуганешь тупо ладно следующий раз сюда еще пройдусь так и буду ходить пока весь возможность просто по дороге я уже понял это что вся боровая дичь сейчас у дороги так в лесу ходить без толку ворон 2 летают понимаешь вот туда рассоху я перешел глухарей главное дело сейчас самое интересное глухарь такая не знаю как назвать хитро жопой короче вы его проходите несколько буквально метров там даже может вытерпеть 20 метров вы его проходите он все смотрит смотрит и потом полетел и летит в обратную сторону откуда вы пришли это ветер еще вот они в обратную сторону летели вот сюда я еле-еле перебрел там рассоху шел то не дорога а лесом так примерно по солнцу провалился опять по колено успел завалился там нафиг травища по колено ничего не видно опять есть спотел короче иду назад каракату это сегодня у меня хрен не охота и оград каждый раз вот там не пишут типа за одними рябчиками это не то рябчики это попутно так что ошибочное мнение вот куда они улетели до хрен его знает такая чешуя чешуя короче он тут я все везде выбрал туда сюда ходить очень тяжело вот так вот и постоянно такая фигня подходишь в упор глухарю прям в упор он он взлетает и все и улетает так что никогда больше в жизни ты его не найдешь он терпит до последнего хочет убедиться кто там за ним ведет все сегодня у меня эти эти часы опять напрасно лучше бы это на диване съел если так разобраться вот серьезно те кто глухарят тропит без собаки те меня поймут это полнейшая жопа сегодня я недоволен вообще этой охоты ни грамма недоволен я еще на каракате он сколько проехал не знаю сколько для короче батарейка еще сдохла говорю говорю а кажется уже все камера то выключен вот так вот сейчас еще проблематично в холодное время снимать батарейки не напасешь повербанк с собой таскать не удобно провод вечно этот сейчас поднимусь в гору короче вот такая охота поляна то ружье пломик тяжелый что еще могу сказать сейчас каракату подойдут эту елку перерубать буду часто уже тут нашумел отрублю ее потому что до сюда можно было на каракате проезжать уходил тут смотрите вот реально крылья волочит вот такая вот фигня крылья свою дорогу сделали недалеко значит ток я так понимаю ночью наездили смотри все дороги было их трое все штанина замерзла подроки то романтика идти идешь себе только в сторону уходишь все к хрень вот он ходил туда-сюда все наброшено глухарь то есть искать его надо надо собаку собаки у меня нету вот чё хрена я бы рад конечно собака походить у меня раньше когда была собака я всегда добывал сейчас не могу с техники нельзя можно было с техники подъехать бахнуть нельзя да и не интересно это потому что боровая дичь технику то не боится подъезжаешь упор стреляй всех подряд так вот сегодня охота у меня будут пустая не обессудьте но я показываю такую охоту какая она есть внутри реально без всяких там пошел увидел наследил победил короче не такого не бывает никогда не уверен что что туда будешь каждый раз идешь в лес и ты никогда не знаешь что ты увидишь будешь и ты стрелять вообще остается опять рябчики вон манок собой даже не хочу свистеть у меня в морозилке и так лежит их уже штук 18 что ли так вот такая фигня это не невезение это просто собаки глухарь птица очень хитрое подпускает очень редко это просто как бы охота получается на дурака бывает везет реально он или как-то ошибется или вот по погоде как то что зависит от погоды взлетает рядом садится некоторое время тупит пожалуйста стреляй тут никак приходится опять из и заходы делать болтовню вот здесь по линии всегда боровая дичь есть волоката на мотособаке сюда так подъезжаю дорога оттуда выходит на линию на линию так выезжаю что начинаю тут доставать ружье туда-сюда а здесь на краю короче сидит глухарь терпел до той степени пока я в этот полностью лыжи не одел короче потом только полетел вот уже плевался да плевался линия идет от от деревни от нашей степановской высоковольтная линия и вот там дальше замерзана здесь прям по линии 8 километров я сейчас где-то на половине нахожусь ну то есть как бы такое расстояние приличное так что придется вам сегодня послушать мою болтовню я уже говорил что поболтать люблю о том и всем че вижу то пою 70 километров палка и две струны че вижу то пою так вот заходишь в тени резко так темно кажется после солнца на следующий раз поеду дальше уже на каракате немножко чтобы себе облегчить охоту реально тяжело пока зайдешь туда-обратно ну да конечно вообще вот такая вот фигня кстати вспомнил по поводу куницы там не спрашивали что я там пушнину эту не ловлю короче невыгодно это дело во первых у меня нет времени работа помимо вот этой вот этих вылазок в лес вахтами работаю это первое второе это невыгодно тем что 60 рублей лицензия стоит на одну куницу то есть представьте если ну возьмете вы там 10 допустим лицензий да 600 рублей да допустим что получается вы поймаете возможно две три вам деньги обратно никто не вернят как правило у нас ловить только можно капканами которыми запрещено а искать с собакой куницу у нас таких собак тут нету одну две максимум найдешь вот так сколько бродишь то есть это полнейшая невыгодная фигня раньше этим как-то пытался заниматься таскал эти капканы а сейчас они запрещены короче ну их нафиг охочешься только на буровую дичь и на утку в основном заяц редко леса вот такая фигня так что это для тех кто спрашивает по по такому ну такие вопросы задает по пушному зверю и так далее почему не охочусь попросту невыгодно я вам скажу разряжаем обязательно ружье снег попал стволы так ходишь ходишь потом бахнешь и от стволов ни хрена не останется так четко еще можно даже бахнешь вы понимаете что я потерял патрон самозарядик маленький короткий вот у меня здесь был последний у меня оставался таки тот потерял прежде чем рубить то надо было наверно пока патронтаж не не по ноздак золотуха все перерыл не знаю еще гильза серая ничего не понятно маленький такой коротышок сразу упал в снег и все я не заметил надо будет посмотреть когда растает снег ну тогда его возможно затопчут уже здесь не только разрядить но еще и спустить курки я все это дело если что-то будет дорогой если как говорится моё пока расчехлюсь туда-сюда возьму не моё значит улетит пофиг я стараюсь охоту делать более такой честным кстати тогда случай с пеструха когда вот я добыл пеструху там многие писали лад браконьер туда-сюда вы попробуйте ее возьмите без собаки попробуйте ее даже найти не то чтобы еще умудриться поставить камеру и еще и успеть выстроить еще там такое слышал то что я якобы пропагандирую добывание именно вот пеструх там как там чё кополух называют тетерок и так далее ничего я не пропагандирую это вопрос уже такой кто допустим может себе это позволить кто-то не хочет якобы там начинают мне втирать нельзя кополух сжать так то где это в законе прописано что нельзя нет такого как будто глухарка вот это да это это и есть глухарь не знаю у кого как у нас не запрещено осенью молодую долбаной там одну-две я не говорю что весь выводок чай попил вот у на сегодня закрыл пустую какая она бы не была пустая не пустая это охота так что давайте заводим аппарат прогреем и вперед домой ну что парни спасибо всем за просмотр мои охоты желаю всем удачи не пух и не пера и до новых видео пока а а Продолжение следует... Продолжение следует...